всем привет друзья с вами карабаш 74 и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры евротрак симулятор 2 это french liner argos сама машинка достаточно интересно у меня что-то подобное уже было на обзоре кому интересно в плейлист евротрак симулятор зайдите посмотрите вообще достаточно интересно сделана машинка да она в принципе очень хорошая машинка детализация очень хорошая здесь я вот сейчас сижу смотрю то есть достаточно неплохо машина почему-то тень у нее какая-то странная то есть от колеса тень она стоит чуть чуть ближе к передним колесам чем чем должна стоять да и в принципе задние тоже в ось та же самая проблема с тенью а здесь наоборот передние колеса стоят дальше своей тени но мы все это увидим изменение конфигурации естественно вот так вот наконец-то мы получше можем рассмотреть ее детализация сделано очень хорошо ну блин я говорю для евротрака в принципе ребята стараются делают детализацию очень хорошую в трубке которые выходят сюда а это я думаю что это трубки это же не провода естественно не провода это трубки полигоны полигоны очень мало полигонов из-за этого все такое квадратное кажется то есть было бы больше полигонов было бы закругление но к сожалению мы имеем то что есть так давайте перейдем непосредственно к изменению конфигурации да кстати с видом от третьего лица достаточно неплохо проработан салон окно тоже полигоны 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 шестигранники и полигоны с люком поработали достаточно неплохо если он вообще открывается может это просто окно но я думаю что до полигоны просматриваются ну что ж теперь уж называется и так поехали кабина кабина 1 шасси шасси у нас у нихера вот эта длина с тенью проблема ребят за ее сразу видно что тень куда-то постоянно уезжает она не соответствует действительности то есть там где стоят колеса здесь та же самая беда у нихера вот это да не давать я вот так вот возьму то есть 4 хвостик сделаем я так думаю что две оси передние они поворачивают далее движки движки все разноцветные это не может не радовать движков очень и очень много возьмем самый мощный да это самый мощный движка так далее коробки трансмиссия ретардер это вот но здесь специально для меня скорее всего написали что r это и есть ретардер большое спасибо тем тем подписчикам которые мне подсказали что если в написании трансмиссии есть в конце буковка р значит это ретардер динамиков то сколько тут квадро звук наверное детализация неплоха полигонов вроде не видно сигареты ноутбук стандартная наверное стандартные как сказать-то стандартные вещи которые должны быть у каждого дальнобойщика сигареты зажигалка ноутбук магнитолка симпатично все сделано интересно как это все работает так цвет кабины цвет кабины давайте светлые все-таки оставим далее вот наконец-то мы добрались до этого он просто цвет меняется видимо хромированный и матовый до хром и мат сзади у нас идет на обтекатель который к спальнику крепится непосредственно мигалка мигалка ё-моё мигалка то где мигалки нету я не знаю что там устанавливается это просто это это не видно что там устанавливается хрена узнать на что-то туда поставилась так далее уставится железка естественно и ставится куча всего и ухты красные какие-то это фотки я не вижу чтобы они горели ничего нового нету собственно все все ставится дефолтная единственное отличие это вот это вот красная лолипоп больше тут так по большому счету ничего нету ставите все это ребят не буду сами понимаете то есть иначе обзор затягивается очень надолго так это у нас вот это херобора далее солнце светит прям в глаза блин не могу если кому-то интересно почему я щурюсь а вону как то есть хромированные боковина и и как обтекатель то есть вот такая вариация интересно зеркала зеркала два варианта хорошо да ухты нихера себе решетка решетка то зачем что это броня что ли ставится просто много точек впереди то есть самой металлической этой приблуды нету но точки появляются можете его весь раз разукрасить так создать лампочками естественно стандартные его примочки то есть противоударник идет кенгурятник ставим этот далее а ну да здесь можно повешать на него всего при всего сколько всего ладно повешем сюда лампочку пускай висит по большому счету как бы вроде бы и все так ставится закрывается у нас бак пластиковая это хероборой далее а ну там бак походу что-то что-то меняется так трубы ой и ни хера вот это всякое дряни опять нацеплять можно на него он по нацеплять всякий катафот ребят целую гору до всякой херни можно по нацеплять на него и здесь тоже господи да его весь короче в лампочках можно прямо сделать так свои колеса есть chrome кустом chrome 2 и все да поставлю такие резина резина своя тоже у него идет ну и по большому счету как бы все можно можно выезжать разукрашивать не буду еще раз повторюсь смысла я в этом большого не вижу на обзоре вешать на него лампочки как ну и как елку его украшать то есть зачем и все вы это и сами сможете сделать что там появилось то интересно сзади то что-то же ставится ну да ладно делаем фотку на превьюшку и и выезжаем так ой это что за что за порнография ничего не пойму секундочку я надеюсь там видео у меня не слетела я быстренько переподключился надеюсь что все хорошо и так принять и поехали прокатимся какой-то логучий он возможно с версии игры намудрено что-то не я повторюсь я испытываю его на версии 1 18 1.3 располагается в автосалоне volvo не надо меня постоянно спрашивать где он располагается я всегда это говорю в начале ролика поехали надеюсь не погоняться упс и и и что забаговался что геймпад надо включить так класс звук по-моему дефолтный с какой-то машина подсветка да подсветка приборной доски присутствует да поворачиваются две оси так окей по большому счету так давайте включим сразу проблесковый маяк какой проблесковый маяк как это подсветка что ли загорается вот так вот сделаем дальний свет ну блин иначе не получается поехали нифига себе да он гонщик походу так едем на базу на какую-нибудь базу чтобы нам подключить его ну смотрится конечно шикарно по управляемости он я думаю что он очень хороший потому что по одной простой причине и ну по крайней мере я так думаю зачем вот это вот впереди сетка интересно это же не броня забираем отсюда грузы здесь грузы благо стоят грузов целая куча эй что такое кстати задняя передача показываются почему до 10 хрен его знает так грузы прогрузились вот забираем они все одинаковым цветом взяться что самый крайний прямо на скорости честно могу признаться на скорость очень плохо поворачивает но опять же я ребят тестирую на геймпаде может быть и с этим связан да забрали грузовик должен быть очень-очень мощным но если честно мощи не чувствуется большой тройка двойка нет тройку я поставлю чтобы нам скорость видеть с какой мы можем до какой скорости мы можем его разогнать до выезжаем и поперли вот выдавливаю гашетку в пол вообще кое-кое как тащим у естественно я ждать ничего не буду я здесь так вот это сделаю я бы не сказал что он прямо форвард такой по скорости но функцию свою выполняет по большому счету груз везет разгоняется потихонечку гашетка вот в пол я говорю выдавлена да на скорости кстати лучше гораздо поворачиваю не сглазить бы а то не сглазить бы смотрится смотрится разгоняется медленно мощи мало сразу могу сказать взял самая мощная самый мощный движок самую мощную коробку и разгоняется кое-как а с вами был карабаш 74 подписывайтесь на канал подписывайтесь на паблик вк ссылка в описании под видео не забывайте ставить лайки ребятки не забывайте ставить лайки это приятно как бы видеть когда стараешься делаешь видеоролики людям это нравится и они это оценивают всем удачи ребят всем пока а